Привет, друзья! С вами канал Russian with Dasha. Сегодня я расскажу о своей четырёхдневной поездке в Карелию. Это видео первое из двух. Транскрипции моих видео и подкастов с ударениями можно найти на Патреоне. Ссылка в описании. Несмотря на пандемию, декабрь в Санкт-Петербурге был очень активным. В центре города гуляли толпы народа. Все хотели посмотреть на ёлку за, кажется, 13 миллионов рублей. Нехилая стоимость для ёлочки, не так ли? В общем, мы с подругой устали от шума и толпы и решили отправиться в рождественское путешествие по Карелии. 24 декабря мы встали рано утром, заправили полный бак бензина и поехали в Петрозаводск. Расстояние между Санкт-Петербургом и Петрозаводском 427 километров. На машине это 5 часов, может больше. Мы остановились в отеле Фрегат, который расположен на живописной набережной Петрозаводска. Мы поужинали в ресторане отеля и прогулялись по набережной Онежского озера. На набережной можно увидеть оригинальные арт-объекты, которые столице Карелии подарили города-побратимы. После прогулки мы вернулись в отель. В пятницу мы встали рано и решили погулять по городу, посмотреть квартал исторической застройки Петрозаводска. В квартале расположены научные отделы музея-заповедника Кижи, научная библиотека, кузнечная мастерская, часовня и корпус губернской земской больницы. Петрозаводск. Петрозаводск – это столица Республики Карелия. Его называют портом Пяти морей, потому что город расположен на берегу второго по величине озера Европы – Онежского, из которого через систему рек, озёр и каналов Карельская столица имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское и Чёрное моря. В Петрозаводске можно увидеть настоящие белые ночи, которые и длиннее, и ярче, чем в Санкт-Петербурге, а зимой можно наблюдать северное сияние. Мы прогулялись по парку, зашли в собор Александра Невского. Я не стала там снимать, потому что там очень интимная обстановка, и висит знак, что снимать запрещено, хотя обычно в храмах разрешают делать видео. А сейчас мы направляемся в ресторан Ягель, чтобы пообедать. Надеюсь, там вкусно. Если вы приедете в Карелию зимой, обязательно тепло одевайтесь. На мне был непродуваемый пуховик, шапка и варежки. Советую также взять с собой шарф. Даже Ленин в Петрозаводске стоит не с кепкой в руках, а с шапкой-ушанкой. В Петрозаводск можно также приехать на курсы русского как иностранного. Я слышала о школе Enjoy Russian. Можете найти их сайт в гугле. Друзья, если вы собираетесь отправиться в путешествие по Карелии, обязательно приезжайте в Петрозаводск. В принципе, достаточно одного-двух дней, чтобы посмотреть город, посмотреть достопримечательности. Здесь находится несколько музеев, и здесь очень вкусная еда. Особенно мне понравилась карельская выпечка. Это просто объедение. Здесь в каждое блюдо добавляют клюкву или бруснику, что тоже очень здорово. Большой выбор мясных и рыбных блюд. И даже есть такие деликатесы, как, например, стейк из лося или котлеты из медвежатины. Но я не фанат таких блюд. Мне всё-таки жалко и мишек, и лосей. Поэтому, если хотите попробовать, то можно такие блюда здесь найти. В субботу мы поехали на водопад Кивач, который находится примерно в часе езды от Петрозаводска. Нас окружал живописный лес, снег хрустел под ногами, и было ощущение, как будто мы попали в настоящую зимнюю сказку. Я всем рекомендую посетить это место, и я думаю, что оно красиво в любое время года. Зачем приезжать в Карелию зимой? Чтобы посмотреть на снег, во-первых. Во-вторых, чтобы ощутить приятный морозец. Сейчас примерно, мне кажется, минус 7, может, минус 10 градусов. Очень комфортная температура. Мы вот в варежках, в перчатках. И, в принципе, не холодно. И приятно, очень приятно. Воздух очень свежий, хочется гулять, дышать, наслаждаться. Посмотрите, какой красивый водопад. У меня просто нет слов сейчас. Я даже не знаю, что рассказать, как описать свои впечатления. Потому что хочется просто гулять, дышать и наслаждаться. И ничего говорить не хочется. Поэтому, когда вы сами сюда приедете, вы, я думаю, почувствуете то же самое, что и я. Пока в Санкт-Петербурге слякоть, и практически нет снега, Карелия, наоборот, радует такой вот снежной подушкой. И здесь очень здорово, приезжайте. Вход в заповедник стоит 200 рублей с человека. Есть льготные тарифы, поэтому здесь также есть музей, кафе. Но кафе сейчас не работает из-за пандемии. Но, в принципе, здесь хорошо и комфортно, и недалеко от города. А мы сейчас поедем дальше, в Медвежий Горск, потому что у нас появилась идея, что, возможно, мы увидим северное сияние этой ночью. Я немного в этом сомневаюсь, но, может быть, нам повезёт, кто знает. Поэтому мы поедем в небольшой домик в Медвежий Горске, а завтра направимся в Сартовалу и, возможно, посетим мраморный каньон Рускеала. В следующем видео я покажу вам Медвежий Горск, а также расскажу о мраморном каньоне Рускеала. Медвежий Горскеал Медвежий Горскеал